Пытался тут разобраться, откуда такая разница. Люди там по два года уже почти сидят в Европе и очень устали от войны. Без наезды говорю, просто действительно истощены там, эмоционально выхолощены. А у тебя, ну то есть у меня там, за те же два года войны там 10 дней отпуска. И как бы не то, что я там бодро и весело, но блин, только оптимистичен по поводу пребывающего оружия. То есть я думаю, пытаюсь разобраться в чем разница. И наверное понял аналогию, какую нашел для себя. Знаете с чем? Когда я бросал курить, как ни странно. То есть я бросал курить очень тяжело, там кровь из носа там. Это не знаю, это ужасно было, я не буду даже перечислять все эти физиологические. Очень крепко мне в метаболизм этот никотин строился, тяжело, по две пачки курил, очень тяжело было бросать. И вот я бросал там, пытался раз тридцать. И там что-то наклеивал на себе, таблетки какие-то принимал эти никотиновые. То есть и все. На второй, на третий день ты не выносишь у тебя в голове то, что это ужасно, будет еще хуже. И я никогда не выдержу такого давления, такого стресса. Тебя трясет, тебя колотит. И все время ты сдаешься, бросаешь и начинаешь опять курить. Но потом, когда второй сын родился, я там взял себя в руки и все-таки, уже без всяких таблеток, а вот просто наносили волю, блин, нафиг, не курю и не курю, не курю и не курю. Плохо, хреново, я там что-то воду пью, конфеты жжу, рыбу начал жрать, я рыбу не ем. То есть, ну, что угодно, делай, только не кури. И постепенно, и гонишь от себя мысли о том, что так будет не всегда. Ты себя пытаешься убедить, и ты понимаешь на каком-то уровне, что так будет не всегда. И да, это не через два дня, не через три. Но уже через две недели ты начинаешь ощущать, что да, вот оно облегчение, вот уже тебя так не выворачивает наизнанку, не выкручивает тебя, как белье после стирки. Да, и вот, наверное, люди так же себя и ощущают. Я потом закурил, когда в четырнадцатом году меня в АТО призвали, там, я в АТО закурил. И потом, когда я бросал, было уже легче, понимаете? Потому что я знал, вот я уже пять лет там с лишним не курю, даже на этой войне не закурил. Чему рад безумно. То есть, один в подразделении не курю. То есть, я уже второй раз, когда бросал после АТО курить, я уже знал, что вот эти все ужасные ощущения, что не надо себя накручивать, что это будет навсегда, что никогда не выдержу такого постоянного перманентного давления. Я знал, что пройдет две недели, я это точно на своем примере знал. И будет облегчение. Все вот эти накапливающиеся постепенно перемены в организме, когда этот метаболизм там заменяет никотин какими-то другими веществами, там, лихорадочно ищет, хотя требует криком кричить, дай мне никотин, дай мне никотин. Но я знал, что это закончится через две недели. То есть, сейчас мы находимся в той же самой ситуации. Я по АТО помню, что самый невероятный прессинг, когда у тебя там летят эти грады, летят там эти снаряды, это все в какой-то... Это не может продолжаться вечно. В какой-то момент это прекращается, но в том случае перемирием. Я думаю, в этом случае перемирия никакого не будет, это будет уже просто наша победа. Но я прекрасно знаю, что такой интенсивности давления не может выдерживать ни организм, ни страны. Ну, просто он не в состоянии, нет ресурсов ни в одной стране мира постоянно перманентно держать такое давление. И я вижу изменения в нашу пользу для Украины. То есть, поставки вооружения, там, ожиданиям этих GMLRS, там, F-16. То есть, я понимаю, что у нас идет на улучшение ситуация. Тогда как в России самая лучшая техника, самая лучшая войска, они уже уничтожены. И заменить их, кроме северокорейских, или там, больше нечем, нам помогают. Вы понимаете, это война, блин, Лили Путина из Блифуску, который понты в основном колотит, с Гулливером Евросоюза, там, стран Запада, Японии, Америки, Австралии, там, всех на свете. Да, конечно, в какой-то момент не может этот Гулливер Адуплис, что происходит вообще, кто эти гномы, блин, плешивые. Но в конечном итоге это закончится совершенно однозначно. Если вдруг, ну, Гулливер с перепугу сам на себя руки не наложит, чего, я думаю, не стоит делать никому. Так что, ребята, поймите, что так будет не всегда. То есть я понимаю, что вы там себе рисуете, что вот, мы же так не сможем, каждый день погибают люди. Да, но не забывайте, что и с той стороны мы уничтожены. Россия тоже там не бесконечная. Так что, нет, все нормально, блин. Мы точно их перемелем, блин. Точно превратим их, чем всех, в чернозем. Конечно, и у нас погибают. Но, блин, мы свою страну защищаем, свою родину. И если они нас захватят, то мы все равно живы не останемся, понимаете? Так что, в любом случае, надо давить, давить и давить. Перевес будет в нашу пользу, блин, уже в этом, ну, то есть сейчас 21 декабря, уже в 24 году перевес будет точно в нашу пользу. Не переживайте.